50 магистров приняли на обучение в Саровский филиал МГУ в этом году. 20 обучаются на прикладной математике и информатике, а 30 человек на направлении физика. Открытие филиала МГУ в технопарке в сентябре этого года стало ключевым элементом в создании Национального центра физики и математики, пояснил собравшимся Валентин Костюков. Филиал МГУ, как ведущий вуз, как вуз, который в конечном итоге даёт нам возможность привлечь сюда весь его потенциал образовательный и реализовать подготовку для ядерно-ужейного комплекса, прежде всего и для нас, новые поколения теоретиков, которые войдут в 21 век, которые будут работать в области тех задач, которые стоят перед институтом. НЦФМ должен стать центром мировой науки, в котором будут работать специалисты уровня Нобелевских лауреатов. Существенно преобразится облик академического городка. В объекты его инфраструктуры в 2021-2024 годах инвестируют 7,5 миллиардов рублей. Подводя итоги уходящего года, директор ФИАЦ ВНЕФ рассказал и о ликвидации пожаров, что бушевали летом на территории Мордовского заповедника. Фактически мы вновь подошли к тому, что в трёх точках на промзону, по сравнению с 2010 годом, это была одна точка, огонь зашёл на промплощадку. И это не шутейное дело. Мы вновь вернулись к вопросам, которые связаны с 22-й площадкой. Мы вернулись к вопросам 19-й площадки. Пожары ликвидировали, на борьбу с ними были брошены беспрецедентные силы, но системные проблемы их возникновения ещё не решены. Пока нет взаимодействия с Министерством природы, Мордовским заповедником, Нижегородской областью, пояснил Валентин Ефимович, решением этой системной проблемы займутся в следующем году. Ещё одним серьёзным испытанием для городообразующего предприятия стала пандемия. Один из вопросов, который на сегодняшний день ставится, всё-таки недостаточный уровень нашего коллективного иммунитета на территории, который связан с продолжающимися работами в области вакцинирования населения. Валентин Ефимович обратился к представителям прессы с просьбой напомнить царовчанам о важности вакцинации и напомнил, что это ведущий пункт в борьбе с пандемией. Коллективный иммунитет ядерного центра сформирован сегодня на 94%. На мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции за этот год потратили 111 миллионов рублей. На ремонт, благоустройство, установку и монтаж оборудования в помещениях медицинских организаций и обеспечение КБ-50 автотранспортом выделили 14 миллионов рублей. В начале эпидемии 18 аппаратов ИВЛ нам поставили. Нам вроде казалось, зачем нам стоить 18 аппаратов ИВЛ. И даже в прошлом году два аппарата передали в пункт, потому что у них таких аппаратов не было, они нас попросили об этом. Но в этом году на просьбу пункт мы уже просто не отдали, потому что подъем заболеваемости настолько высокий был. Количество больных в два-три раза больше всего в больнице. И все аппараты использовались. Игорь Викторович обратился к руководителям города Ирфиадсвнеев с предложением создать в Сарове мемориал медикам, погибшим в пандемию. Полную версию пресс-конференции Валентина Костюкова смотрите в нашей рубрике без комментариев.